Всем привет, дорогие друзья! С вами Гайене, и вы находитесь на моём канале, где мы вместе изучаем с вами французский язык. И сегодня видео наше посвящено глаголу mettre. Многие меня просили в комментариях неоднократно разобрать этот глагол, потому что это один из тех глаголов, который несёт очень много значений. И в сегодняшнем видео мы разберём, по-моему, если я правильно почитала, около 10 выражений разных, либо значений рассмотрим разных с глаголом mettre. И если вам интересно продолжение, а в продолжении мы как раз рассмотрим те фразы, которые вы мне писали в комментариях по типу mettre en œuvre или mettre en évidence, то если вам хочется, чтобы этот формат продолжался, обязательно поддержите это видео, чтобы я понимала, что мне стоит продолжать в том же духе. Итак, глагол mettre. И скажу сразу же, только что я задумалась, что опять косяк мой в том, что я знаю, что правильно говорить класть, а не ложить, но вы уж меня извините, если у меня иногда будут всплывать какие-то не совсем правильные русские слова-выражения, но, в общем, mettre первым делом, как многие из вас знают, означает класть. Например, мы говорим Я положил свой телефон на стол, на рабочий стол. Но опять же мы можем сказать Пьер повесил куртку, Пьер положил куртку. Вообще, mettre очень классный глагол. Не обязательно его ненавидеть сразу же, да, у него куча значений, с ним куча выражений, но это реально универсальный глагол. И mettre, сейчас вы видите в других примерах, вот просто как глагол mettre, может заменить очень много других глаголов. И это может облегчить вам жизнь. Например, Посадить, вы тоже можете употребить, вместо ФЕР, АСУАР, глагол mettre. Например, Меттр л'enfант sur la chaise. Посадить ребенка на стул. Либо Меттр une nappe sur la table. Постелить скатерть на стол. Говорим мы по-русски, тут можно просто сказать Меттр une nappe sur la table. Меттр les mains dans les poches. Палажить руки в карман. Меттр les mains dans les poches. Меттр sa voiture au гараж. Припарковать машину в гараже. Меттр sa voiture au гараж. Меттр quelque chose à la пуbelle. Палажить что-то в мусорной ведро. Выбросить что-то в мусорной ведро. Меттр quelque chose à la пуbelle. Конечно, вы можете говорить «жетай». Но можете сказать «метр». Меттр du sucre dans le café. Положить сахар в кофе. Меттр du sucre dans le café. Меттр une mauvaise note. Либо donner une mauvaise note. Поставить плохую оценку. Меттр une mauvaise note. La professeure m'a mis une mauvaise note. Учительница поставила мне плохую оценку. Видите, многогранный глагол. Тут даже с помощью «метр» можно заменить слово «allume». Например, «mê la radio», «включи радио». «Allume la radio», «mê la radio». Можете сказать двумя способами. Либо «allume le chauffage», «mê le chauffage», «включи отопление», «поставь отопление». Как вы видите, вы можете тоже заменить глаголом «метр». Так что вот такой вот классный глагол. Помимо того, что «класть» и все исходящие от него, как «ставить», «засовывать», «садить», также глагол «mê la radio» несёт кардинально другое значение, как «надевать». Например, «j'ai mis un t-shirt jaune» и «j'ai надела жёлтую футболку». Именно «надевать». Я напоминаю вам, что есть глагол «adivatsa», это глагол «sabier». Je me suis habillée, я оделась. Но я надела что-то, j'ai mis un t-shirt. И также есть глагол, напоминаю, «porter». «Porter» – это носить. Так что не путайте, часто происходит эта путаница. «Sabier» – одеваться. «Porter» – носить. «Je porte un t-shirt», я ношу футболку. И «mettre» – надевать. «J'ai mis un t-shirt», я надела футболку. Третье значение, важное значение глагола «mettre» – это «класть время». Если вы сейчас будете опять слышать какие-то странные звуки. Помимо гиперактивных детей сверху, у нас ещё тут как бы сломался лифт, и теперь все испанцы будут ходить и перекрикиваться по лестнице. Так что, ну, будете знакомы с моими соседями ближе, чем зачастую. Так вот, французы кладут время, тратят время. То есть «mettre du temps». Вот в каких фразах. «J'ai mis une heure pour préparer ce gâteau». Я потратила час, чтобы приготовить этот пирог. «J'ai mis une heure pour préparer ce gâteau». Видите, «тратить время». Они говорят «класть время». Поэтому обратите внимание. «J'ai mis une heure pour faire quelque chose». Я потратила час, чтобы что-то сделать. «Combien de temps tu as mis pour faire cet exercice?» Сколько времени ты потратил, чтобы сделать это упражнение? «Combien de temps tu as mis pour faire cet exercice?» «J'ai mis une heure pour traverser ce pont». Я потратила час, чтобы переехать через этот мост. «J'ai mis une heure pour traverser ce pont». «Même quand je parle avec ma mère, je me rends compte que j'ai mis du temps à lui apprendre des choses qui pour moi sont complètement intuitives». «Pendant pratiquement un an, j'ai mis un an à travailler tous les jours à faire des vidéos pour 30, 40 vues, pas de commentaires». Следующее наше выражение, это устойчивая фраза. «Se mettre à…» и дальше глагол «à faire quelque chose». Это выражение означает «начать что-то делать». И разница между «commencer» и «se mettre à faire quelque chose» заключается в том, что «commencer à faire quelque chose» это нейтральный глагол, который просто означает «начать что-то делать». Например, «demain je commence à faire du sport». «Завтра я начинаю заниматься спортом». В то время как «se mettre à faire quelque chose» означает «резко начать что-то делать» и употребляется в основном с глаголами «резкого действия». Например, чтобы сказать «пошёл дождь», французы скорее употребляют глагол «se mettre», потому что это «резко», да, «начинается дождь» и звучит фраза как «il s'est mis à plouvoir». «Начался дождь». «Ils s'est mis à plouvoir». Ну, безличная форма. Или глагол, например, «плакать». Когда кто-то начинает плакать, это резкое действие. Мы даже по-русски говорим «заплакать». В этом глаголе, в приставке, есть некая резкость. Поэтому по-французски «он начал плакать», «он заплакал». Мы скорее скажем не «il a commencé à pleurer», что грамматически правильно и возможно, но скажут французы скорее «il s'est mis à pleurer». «Он заплакал». «Devant la maison de The Rock, et qu'il m'ouvre». «Et là, il se met à pleurer» «Et il me serre dans ses bras». То же самое, например, с глаголом «бежать». «Я па бежала когда я его увидела». «Кан я ле ву, я ме су мис а курир». «Когда я его увидела, я па бежала». «Резко па бежала». «Я начала бежать». «Кан я ле ву, я мис а курир». Так что «so mettre à faire quelque chose» «Резко начать что-то делать». С этим разобрались. Едем дальше. «Mettre fin à quelque chose». «Покончить с чем-то». «Положить конец чему-то», «прекратить что-то». «Mettre fin à quelque chose». Например, «Il faut mettre fin à toute leur dispute». «Нужно положить конец всем их сорам». «Il faut mettre fin à toute leur dispute». «J'ai mis fin à mon partенariat avec ce client». «Я прекратила партнерство с этим клиентом». «Comment mettre fin au contrat de location». Если рецепт рецепт рецепт, Клод Раеер не будет выбрана. Он завершится с aventурой. Он уже завершил всю свою экономику. Я решила завершиться к прокрастинику и начать жить полностью. Я решила продолжить конец прокрастинику и начать жить полной жизнью. Я решила продолжить конец прокрастинику и начать жить полностью. В общем, продолжить конец к чему-то, покончить с чем-то, окончательно. Следующее наше выражение, это выражение Что дословно означает А по смыслу это означает Вот мне очень напоминает Вот это выражение в русском языке Довести что-то до ума Доработать что-то Подготовить что-то Окончательно К конечному результату Например, У него много идей, но ему не хватает организованности, чтобы довести до ума свой проект, чтобы завершить свой проект Я провела часы перед своим компьютером, чтобы довести до ума это видео, чтобы доработать до конца это видео Наше следующее выражение Положить что-то в день Если дословно означает это Обновить что-то Это современная лексика, когда вы обновляете любое приложение Вы, наверное, замечали, вы же перевели свой телефон на французский, я надеюсь Такое слово как Обновление Ну, в данном случае это выглядит как существительное La mise à jour А глагол mettre à jour Обновить что-то Например Il faut mettre à jour cette application Нужно обновить это приложение Je mets à jour sur le logiciel Я обновил эту программу Je mets à jour sur le logiciel Ну, лично я чаще употребляю lancer la mise à jour Запустить обновление Например Avant de lancer la mise à jour Il faut lire toutes les conditions Перед тем, как запустить обновление Нужно прочитать все условия Avant de lancer la mise à jour Il faut lire toutes les conditions La mise à jour doit se lancer automatiquement Обновление должно запуститься автоматически La mise à jour doit se lancer automatiquement Так что Метро ажур Обновить Обновить La mise à jour Обновление В компьютере, в телефоне и тому подобное Qu'est-ce que c'est la mobilité bancaire ? Alors, ça va te permettre de mettre à jour Tous les virements ou paiements Qui étaient faits sur ton compte bancaire Vers la nouvelle banque Следующее выражение Mettre de côté Означает это Отложить в сторону Но имеет оно Два разных таких Контекстуальных значения Ну, отложить в сторону Например J'ai mis de côté ce livre Mais maintenant je pense que c'est le meilleur moment pour s'y mettre Я отложил книгу в сторону Но сейчас я думаю, что это лучший момент, чтобы за нее взяться Ну, вот в таком вот значении Отложить в сторону Mettre quelque chose de côté Но также это выражение употребляется в значении Экономить Откладывать деньги Например Comment mettre de l'argent de côté Pour la retraite Как отложить деньги На pensio Comment mettre de l'argent de côté Pour la retraite Elle gaspille tout Au lieu de mettre de côté Au moins 5% de son salaire Она растрачивает все Вместо того, чтобы откладывать Хотя бы 5% от своей зарплаты Elle gaspille tout Au lieu de mettre de côté Au moins 5% De son salaire Et le problème C'est que quand vous avez ce comportement Toute votre vie Et bien vous arrivez jamais A mettre de côté Et à investir de manière intelligente Так что Мettre de côté Это откладывать в сторону Если речь идет просто В каких-то предметах Либо откладывать именно деньги Мettre de côté Je crois que pour eux C'est plutôt mieux C'est plutôt mieux De ne pas en parler De tout oublier De tout mettre de côté Итак, у нас с вами осталось Два выражения И это два фразеологизма Первый из них звучит как Mettre la main à la patte Что дословно означает Класть руку на тесто А по смыслу это значит Брать за дело Mettre la main à la patte On не peut plus rester Les bras croisés On doit tous mettre la main à la patte Мы больше не можем сидеть Сложа руки Надо чтоб мы все взялись за дело Мы должны все взяться за дело On ne peut plus rester Les bras croisés On doit tous mettre la main à la patte Мы должны все браться за дело J'aime cette institutrice Car elle encourage tous les enfants A mettre la main à la patte Мне нравится эта учительница Потому что она делает все Для того чтобы дети брались за дело Не сидели сложа руки То есть работали руками J'aime bien cette institutrice Parce qu'elle encourage tous les enfants A mettre la main à la patte Si vous voulez réussir Il faut que vous mettiez La main à la patte Если вы хотите просьбить Нужно чтобы вы взялись за дело Si vous voulez réussir Il faut que vous mettiez La main à la patte Merci beaucoup Christine Vous m'avez donné envie A moi aussi De mettre la main à la patte Et d'aller préparer Un petit dessert Qui permet à des étudiants De mettre un petit peu La main à la patte D'aller vendre Un petit peu des prestations Etc Ну и наше последнее выражение Absolute идентичное С русским языком Ставить все точки над «и» По-французски Будет mettre Les points Sur les «и» Ставить точки над «и» Ну Это означает у нас Разобраться Раз и навсегда С чем-то Правильно? Il est venu Le temps De mettre Les points Sur les «и» Давайте Положим Конец Этим Ненужным Бессмысленным Дебатам Сором Вернее Спором И поставим Все точки над «и» Тут я употребила два выражения Вот такое выражение напоследок Информации Информации было много Но надеюсь вы Смотрите это видео С тетрадкой И записывайте себе Эти выражения Также Сейчас вы все их увидите На экране Чтобы еще раз Пробежать глазами Конечно Чтобы запоминать эти выражения Вы должны употреблять их В контекстах Поэтому я вас всех агитирую Конечно Выписывая фразы Пытайтесь Сразу же внедрить В какой-то контекст Представить Где бы вы могли их употребить И вообще при возможности Употребите их Если вы живете В франкофонной среде Вот И обязательно Я вам еще раз напоминаю Если вы хотите Продолжение С разными выражениями С глаголом Мэтфа Их там еще много Я думаю Вы догадываетесь То поддержите это видео Лайками Репостами Чтобы я увидела Что у этого видео Есть просмотры И поняла Что стоит Снимать дальше Потому что Я надеюсь Вы догадываетесь Когда Ты mets Бокуда Тан Хотела сказать Когда кладешь Много времени Когда тратишь Много времени Когда Я веду Моторую И Моторую Еще одно выражение Метро Это выставлять Видео В интернете И потом Я вижу Мало просмотров Конечно Это меня Расстраивает Поэтому Но хотелось бы все-таки увидеть от вас отдачу и чтобы это видео набрало просмотры. Что ж, дорогие друзья, до новых встреч и всем всего самого-самого лучшего. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine sur Machine YouTube.